Кустанай с населением 240 тысяч человек занимает 5 место в республике по уровню безработицы. В городе действуют различные социальные программы, которые помогают людям трудоустроиться. О том, как государство содействует казахстанцам в вопросах с работой, нам сегодня расскажет главный специалист отдела занятости Анара Салпенова. А рассказать действительно есть о чем. Найти работу благодаря мерам поддержки может как молодежь, только что выпустившаяся из вуза, так и люди пожилого возраста. Главный специалист курирует эти процессы. Анара, расскажите, а сколько лет вы уже в управлении занятости работаете? В управлении координации занятости я с 2018 года, уже более 6 лет работаю здесь. Я непосредственно перевелась с другого управления, с управления сельского хозяйства, совсем поменялась сфера деятельности, как говорится. Здесь, что мне понравилось, как бы здесь непосредственно работаешь с людьми, координируешь работу свою, принимаешь какие-то отчеты, участвуешь в конкурсных комиссиях. В этом году работу нашли 28 тысяч местных жителей и 44 тысяч по плану. Для соискателей со всей республики создали сайт «Янбек Киезет». Активно им пользуются и в Костанае. Это бесплатный сервис, да. Могут все смотреть, искать себе работу. Тут все и адрес, и контакты, все тут написано. Мы удаем, говорим, тут и зарплата какая есть на сегодняшний день. Публикуется и уже, если подходит, то уже они идут с этим. И говорят, вот там-то, там-то мы нашли в бирже труда, что такая-то есть вакансия. Мы хотели бы туда трудоустроиться. На портале можно не только найти работу, но и пройти онлайн-обучение основам предпринимательства, IT или сельскохозяйственным профессиям, таким как животноводство, птицеводство, растениеводство. По окончанию учащийся получает сертификат. План на социальные рабочие места у нас, план трудоустроить более 2000 человек. На молодежную практику трудоустроить более 400 человек. Вот это вот доведенный нам министерством план, который мы должны трудоустроить людей. Для тех, кто хочет трудоустроиться, в Костанае действует карьерный центр. Здесь людей консультируют по условиям труда, имеющимся вакансиям и работодателям. Кроме того, сюда приходят люди, которые хотят открыть свой бизнес, но не знают, как и где получить финансирование. Людмила, расскажите, пожалуйста, сколько людей к вам приходит ежедневно? Ежедневно к нам приходит около 50-60 человек, именно безработные, которые ищут работу. Мы их направляем на трудоустройство, то есть им выдаем направление на собеседование. После прохождения собеседования, если положительный ответ, тогда они их уже принимают на работу. Как проходят эти консультации обычно? Специалисты принимают каждого безработного. У нас специалистов, у каждого есть направление, то есть кто-то может принять по общественному работе, кто-то по обосновлению бизнеса, то есть у нас направлений очень много. По субсидиям рабочим местам еще мы направляем людей. А сколько удалось людей трудоустроить в этом году? В этом году трудоустроено уже на сегодняшний день около 2000 человек. Работодателям, берущим на работу людей старше 50 лет, государство субсидирует рабочие места в течение трех лет. Для молодых специалистов есть несколько программ. Одна из таких – молодежная практика. Благодаря ей можно получить профессиональный опыт с дальнейшим трудоустройством. Любой гражданин может пройти краткосрочные курсы. Они проходят в онлайн-режиме. Это по запросу работодателя и на рабочем месте. По специальностям могут пройти газоэлектросварщик, электромонтер, пекарь, повар, ну и различные другие профессии. То есть люди, которые хотят переквалифицироваться, они могут пройти эти курсы. Полтора миллиона тенге – сумма, которую государство может выдать казахстанцам на открытие своего бизнеса безвозмездно. Это относится ко всем, кто входит в категорию социально уязвимых слоев населения. Одна из получателей такой матпомощи – Екатерина. Я увидела, реклама была в гугле, по-моему, вышла статья, что государство предоставляет грант для социально уязвимых статусов. Я подала заявку, но для получения гранта там нужно было пройти обучение бизнес-инбек. Все это очень быстро, все это позволено довольно-таки интересно, все это было. И в течение месяца, наверное, все это мы защитили, свой проект, свой бизнес-идею защитили. И в течение месяца все это уже решилось. Грант помог Екатерине расширить бизнес и закупить оборудование. Учитывая, что все-таки большой объем продаж идет автомобилей новых, на сегодняшний день у нас запись уже на месяц вперед. Для именно предпринимателя это очень большой вклад. Это очень большая помощь от государства. Даже вот этот небольшой грант, пускай, но это огромный шаг для начала. Там надо защитить свой бизнес-план. И в бизнес-плане они указывают всю свою деятельность, всю значимость этого проекта. И там они уже, комиссия, адапривает, какие гранты, ну, что нужно ли в той или иной области, там, или в районе, значимость этого проекта. Также в прошлом году молодые предприниматели получили кредиты под 2,5%. Это стало большой подмогой для начинавших свое дело. Кредиты выдавались на такие услуги, как приобретение также оборудования, спецтехники, дальше открытие торговли, покупали кофемашины. Молодежь прям заинтересовалась этим проектом. Мы выдали 250 микрокредитов молодежи, которые сейчас занимаются своей деятельностью. Помимо того, что Анара консультирует и помогает людям найти работу, специалистка готовит отчеты для министерства, отвечает на письма и обращения. Моя работа мне очень нравится. Ну, вот мне нравится работать за компьютером, мне нравится общаться с людьми. Я даже была в декрете, я хотела именно на работу. В таком активном образе жизни без поддержки близких, как признается сама героиня, не обойтись. У меня супруг, у него свое крестьянское хозяйство. Сейчас, на данный момент он в отъезде на уборочную компанию, так как идет. Как вы все успеваете? Ну, как говорится, женщина везде успеет, да? Женщина сильный человек. Мы, ну, успеваю и приехать домой. Вот я езжу за рулем. Спасибо мужу моему, который авто предоставил, чтобы я не ездила на автобусе. Вот, и контролирую детей, школа, садик. То есть поддержка мужа, да? Поддержка мужа, да, непосредственно от него. Ну, и плюс мои родные, близкие меня всегда поддерживают. В обеденный перерыв Анара Салпенова успевает позаниматься спортом. Спорт – это продлевает жизнь, это здоровье. Вот, я для себя решила, что буду заниматься всегда этим видом спорта. Без фанатизма, конечно. Я занимаюсь три раза в неделю, вот, в обеденный перерыв, так как у нас позволяет время, час позаниматься спортом. Нелегко дается это все, но привыкаешь. Здоровый образ жизни поддерживает и супруг, и трое детей Анары. При насыщенном графике государственное служащее успевает уделять время всем домочадцам. Вместе с сыновьями, к примеру, она учится языкам. Английским языком я начала с детьми изучать с прошлого года. Так как мы изучаем, я люблю его изучать со школы, я его изучала. Своим примером показываю, что нужен английский язык, поэтому я с ними стараюсь изучать. Мы дома разговариваем на английском языке. Женщины на госслужбе – отдельная каста. Им нужно успевать буквально все. Быть примерной женой, мамой, хозяйкой, а еще трудиться на благо страны. Анара Салпенова – один из таких примеров. По-настоящему вдохновляющих женщин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова